Приветствую вас. То, что вы описываете, а именно стирку вашей дочери, достаточно легко объясняется с точки зрения происхождения самого такого явления, как стирка. Стирка – это привлечение к себе внимания. И стирерность является чертой характера, и бывает как в легкой форме, так и достаточно тяжелой. Естественно, ваша дочери – это форма легкая и является, скорее всего, интуитивным, неосознаваемым средством для получения того, что ребенок хочет, а именно, каких-то благ какого-то внимания и прочее, прочее, прочее. Ребенок вами манипулирует, зная, что вы подадитесь рано или поздно, а ну, собственно, что происходит, вы поддаёте. Вот. И ребенок чувствует вашу неуверенность, чувствует ваше эмоциональное состояние, оно может быть как позитивным, так и негативным для ребенка. В принципе, это одно и то же, ну, в том смысле, что, как бы, не важен. Плюс, да, важен факт. То есть, негативные отношения – это тоже отношения. И дети именно так это воспринимают. Ну, потому что разница между его позитивным и негативным отношением, да, ребенок видит не так, как взрослый, да, даже как младшего школьного возраста человек. И старший дошкольник, скажем так. Поэтому, как бы, девочка, она нуждается просто в любых эмоциях, соответственно, она закажет остерок. Почему это может быть? Ну, первое. Вы сами можете сдерживать свои чувства. Вы сами. Это первый. Это первый вариант. Второй вариант. Когда-то вы дали слабину в ответ на случайную истерику ребенка. Попытались успокоить. Вот. И, соответственно, ребенок очень быстро увидел причину для школьную связь и начал так себя вести. Наивно полагаем, что это самый быстрый способ получить желаемое. Ну, в принципе, она в какой-то мере права. То есть, по сути, это идет, происходит обучение, да. То есть, ребенок еще не умеет взаимодействовать с миром. Ребенок только учится, он не знает, как правильно, как нужно. Но, по сути, вы его обучаетесь как раз вот тем способом. Следующий момент. То, как вы ведете себя с ребенком, когда нет истерик, когда ребенок не истерит, когда ребенок не плачет, когда ребенок не требует от вас внимательно к себе, как вы ведете себя в этом случае. То есть, ведете ли вы себя, условно, в этом случае, ну, позитивно отношение к ребенку. Вы замечаете ли вы ее, хвалите ли вы ее, говорите ли вы ей какие-то, ну, не знаю, слова, какие-то вот, ну, вещи и так далее, да. То есть, условно говоря, это вот, такой, достаточно крайний момент, на мой взгляд, по моему мнению. Вот. И, соответственно, вопрос, на который вам, мне кажется, нужно, надо от себя ответить. Этот вопрос, он звучит примерно так. Так. Какой смысл? Какой стимул? Ребенку? Моему, моему ребенку. Ага. Вести себя по-другому. Зачем? Что ребенок, условно говоря, получится, если будет вести себя иначе, если ребенок будет вести себя по-другому? Это важно. Потому что, ну, потому что, если, ага, вы не сможете ответить себе на этот вопрос, то вы не сможете и ребенок, ну, не сможете ребенок ответить себе тоже на этот вопрос. Ага. Значит, все, все останется так же. И останется по-другому. Ну, вот. Ага. Следующий, ага. Следующий момент. Это, возможно, где проблема в семье. Так, если есть какие-то подводные камни в ваших отношениях. Какой-то который в восторге и оценка ребенок, может быть, он, может быть или нет, кого ребенок чувствует, а, некоторое напряжение, если ребенок его чувствует, то, это может быть возможность你可以, Немножко расслабиться, возможностью немножко как-то вот, ну, выплеснуть напряжение и, соответственно, переключить внимание, допустим, взрослых с их проблем на свои. Чтобы, опять же, опять же, не бояться, как бы, деятельственная проблема в том, что подобные проблемы, подобные, вот, ну, проявления, да, они вызывают страх у рыбок. Такие вот дела. Начинать, естественно, нужно не с рыбоков, вот, и, как бы, смотреть, что конкретно вы, например. Делайте, да, как конкретно, вы ведете себя, рыбок и так далее, да. Вот, и вообще, там будут понятны причины и что с этим делать дальше. На этом все, я надеюсь, что помог вам обратная связь, которую вы сформулируете в ответ на комментарии мои и моих коллег, может послужить началом психотерапии и работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!